МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня вы увидите. Большой августовский пиццовет в преддверии нового учебного года. Важное событие для педагогического сообщества. Команда Ненецкого округа вернулась из Уфы. Как прошла всероссийская спартакиада пенсионеров и с какими эмоциями вернулись наши спортсмены. Долгожданное снижение стоимости путевок на вылов Семги и Сега для рыбаков-любителей Ненецкого округа. Как отреагировали сами рыбаки? В Нарьинмаре прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Ежегодно в пиццовете принимают участие более 600 работников учреждения образования, ветеранов педагогического труда, представителей общественности и органов государственной власти. Большой августовский пиццовет в преддверии нового учебного года – это важное событие для педагогического сообщества. По традиции в рамках открытия педагогической конференции действующим работникам образования и ветеранам педагогического труда вручили почетные грамоты и благодарственные письма администрации округа и собрания депутатов, а также ведомственные награды Министерства образования. Я рад, что очень много молодых учителей, где-то, может, не хватает, но у нас виртуал полный почти все молодые и очень молодые даже учителя. Ну что, хорошего настроения праздничного, ну и настроения на весь новый учебный год. Ну и, как всегда, будет интереснее, наверное, может, где-то и труднее, чем предыдущие. Ну, учителя – народ подготовленный, знающий, поэтому, я думаю, округ добился новых успехов в образовании. Тем временем ученики и учителя вышли на финишную прямую перед началом учебного года. И если первые еще отдыхают последние дни каникул, педагоги уже готовы приступить к работе. Уже совсем скоро начинается трудная и одновременно веселая и полное открытие школьная жизнь. Настроение отличное, и связано это по большей части, что мы, конечно же, отдохнули, мы соскучились по детям, по учебному процессу. Ну и в Индиге, значит, в этом году ожидается запуск вот нового здания школы. Конечно, у нас впереди очень такие приятные события, и мы ожидаем их с радостью. С волнением переживаю, потому что, во-первых, у меня будут в этом году новые классы, у меня будет еще работа, которой я раньше не занималась, поэтому ожидания, конечно, чего-то нового, интересного, в то же время очень волнуюсь. Перед педагогами в этом учебном году стоят важные задачи в рамках национального проекта образования. Это такие мероприятия, как цифровая образовательная среда, помощь семьям, имеющим детей, успех каждого ребенка и учитель будущего. Мы должны перестроить нашу работу, мы должны выявить те профессиональные дефициты, ту потребность наших учителей, и проанализировать эту работу, и в данном направлении запланировать курсы повышения квалификации для наших педагогов. Также у всех на слуху новая система аттестации педагогических работников. Все мы к ней готовимся, знакомим наших педагогов. И, соответственно, я думаю, что с нового 2020 года новая система аттестации педагогических работников по единым федеральным оценочным методическим средствам она будет внедряться и в нашем регионе. Развитию цифрового образования и повышению квалификации окружных педагогов власти округа намерены уделять особое внимание. Современная школа – это не только новые здания и новые оборудования в школе. Это также и учитель должен быть готов работать в этой новой среде, в новой школе. Мы должны уже состыковывать расписание дополнительного образования с расписанием школы, чтобы дети не посещали дважды одно и то же занятие, например, по физической культуре или по музыкальному обучению, или по урокам музыки. И если ребенок обучается в музыкальной школе, то для него должно быть составлено так называемое нелинейное расписание. Нелинейное расписание и создавать более современную образовательную среду для наших обучающихся. В своем обращении к педагогам глава региона Александр Цибульский отметил важность завершения строительства образовательных учреждений на территории региона. Речь идет о новой школе в поселке Индига, школы номер 3, и молодежном центре в Наринмаре. Сегодня приятно отметить, что работы на этих объектах уже активно ведутся. Школы Индига уже в общем находятся в финальной стадии своей реализации. А молодежный центр, с которого мы планируем сделать, Кваториум, который, хочу сказать, будет один из лучших в России. В этом смысле мы получаем серьезную поддержку из федерального бюджета и из федерального правительства. Скорее всего, в следующем году, а в этом году уже начинаем его строительство. Александра Литкова, Ольга Русу, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Из Уфы вернулась спортивная команда регионального союза пенсионеров России. Команда Ненецкого округа достойно представила наш регион на шестой спартакиаде пенсионеров. Легким шагом переступили порог здания прилета в Нарьинмарском аэропорту эти люди с горящими глазами. Без призовых мест, но с целым ворохом впечатлений, добрых воспоминаний и планов на будущий год. Такими предстали перед нами члены команды нарьинмарских пенсионеров, вернувшиеся со спартакиады в Уфе. Спортивные соревнования проходили в центре здоровья. В одном месте плавание, стрельба и настойный теннис – это было для всех очень удобно. Как себя чувствовала? Я за них очень болела. Они молодцы. Они очень дружно держались. Наша команда опять выделялась на общем пони. Да, мы можем этим гордиться. В этом году организация спортивных мероприятий была продумана до мелочей. Состязания проходили в одном новом центре, так что можно было болеть за товарищей сразу после выступления в своих дисциплинах. Организаторы, прислушавшись к рекомендациям самих спортсменов, сделали разбивку участников по возрастам и спортивным разрядам. Были введены дополнительные единицы для судейства в целях избежания спорных вопросов. Нина Абакшина, спортсмен со стажем, участвовала от нашей команды в соревнованиях по настольному теннису. Мы играли два этапа. Сперва разделили под группы, и каждый уже играл не один раз, а по пять, по шесть раз они уже могли сыграть. Вот это очень хорошо, потому что люди прилетают, приезжают сдалека, и получается один раз сыграли и все. Поэтому этот вопрос подняли, решили, и уже сделали в этом году, сделали уже по-другому. Вот это тоже радует. Для участников были организованы экскурсии. Они проживали в одном из лучших отелей Башкирии. Чувствовалось повышенное внимание со стороны организаторов каждому спортсмену. Центр спортивной подготовки, который вот только построили и сдали его. Он начал со строя 9 лет назад, и вот сейчас они его сдали. И срядами проходили, так сказать, вот, например, настольный теннис проходил. Новые столы, новый зал большой. Рядом, рядом, значит, стреляли. Справа бросали ДАРС. Очень большой зал. Астафета проходила на новом стадионе, газончик. Шесть дорожек. То есть можно было увидеть все этапы. И на каждом этапе, что раньше не везде было, не во всех городах, здесь на каждом этапе стоял судья. И если ошибка, значит, сразу задавали штрафы. А раньше, где в Саратове, в Пензе, в Туле, там были споры, спорили. Потому что судей не было. Здесь судейство было на высоком уровне. Ненецкий округ выделялся среди всех. На открытии спартакиады наша команда шла в национальных костюмах под ритм бубна, который отбивал капитан команды. Мы были со своей музыкой. Добавлю. В шестой спартакиаде пенсионеров в Уфе приняли участие команды из 76 регионов России и семей иностранных государств. Один за всех и все за одно. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский встретился с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта. Основная цель – обсудить инициативы и наметить перспективы для дальнейшего сотрудничества между активистами и органами власти. В ходе встречи были затронуты такие важные для региона темы, как жилищное строительство, благоустройство территорий и меры социальной поддержки жителей региона. Вопросы образования, здравоохранения, благоустройства дворовых территорий, строительства детских и спортивных площадок и многие другие важные для жителей региона темы – это первоочередные задачи для активистов Общероссийского народного фронта. Основное направление работы общественного объединения – работа с обращениями граждан, помощь в решении насущных проблем. Один из обсуждаемых на встрече вопросов – возможность бесплатного посещения детьми кружков и секций в учреждениях дополнительного образования. То есть организовать бесплатные кружки и секции в дополнительное образование. То есть сейчас мы пришли на тот момент, что все дополнительное образование практически платное. То есть часть оплачивает бюджет, часть оплачивает округ. И для того, чтобы дети у нас были заинтересованы, могли ходить и попробовать себя в самом начале, было бы здорово, если бы хотя бы там один-два кружка были за счет бюджета. Мы никогда не откажемся от того, чтобы обеспечить бесплатными правами тех, кто по-настоящему в этом нуждается. Активисты Общероссийского народного фронта по обращениям жителей региона инспектируют объекты инфраструктуры, мониторят состояние детских игровых площадок и обращают внимание органов местного самоуправления и государственной власти на необходимость вмешательства в решении тех или иных проблем. Благодаря фронтовикам многие объекты удалось сделать удобными и безопасными для нарьинмарской детворы. По контролю качества детских площадок. Это крайне важный вопрос. Я очень благодарен за то, что вы уделяете этому внимание, потому что это коллеги знают, мы тоже зачастую проезжаем те объекты, которые нам пытаются сдать. Там иногда долгое время их не принимаем просто, потому что вроде бы внешний вид симпатичный делает, а когда начинаешь там копать, а вот чуть-чуть попробуешь сам зайти на эти детские площадки, понимаешь, что это иной раз просто опасно для здоровья детей. Эта встреча на уровне главы субъекта Российской Федерации в первую очередь возможность для общественников напрямую поделиться с руководителем региона своей точкой зрения на развитие территории округа и его столицы. Обозначить социальные проблемы, требующие внимания органов власти. Один из таких вопросов – поддержка студентов и учащихся в средних специальных учебных заведениях округа. Речь идет об индексации стипендий, которой не было последние пять лет. Но у них есть обращение по своей стипендии. В 2014 году, наверное, последний раз был вошедший стипендий. Вот, 600 рублей установлены в стипендии, и с этого года вошедший не повышался. Губернатор обещал рассмотреть данный вопрос и поддержать целый ряд инициатив активистов Ненецкого регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Считанные дни остались до главного события осени – начала учебного года. Безусловно, для тех, кто идет первый раз в первый класс – это праздник. А вот для тех, кто классом постарше – это еще и своего рода испытания. Начало учебного года – сложный период для школьников. Особенно тех, кто после летних каникул возвращается на крайний север и осознает – лето прошло. Как адаптироваться к началу учебного года и школьным нагрузкам? Чем могут помочь детям родители и педагоги? Расскажем в следующем сюжете. Первое сентября – праздник особой с привкусом легкой грусти. Позади веселые беззаботные летние деньки, впереди усердный труд, учебники, рефераты, домашние задания. В регионах Крайнего Севера адаптироваться к школьной жизни ребятам вдвойне сложнее. Особенно, если все лето провел за пределами региона. Прискался в море, грелся на солнышке. Необходимо привыкать не только к новому школьному ритму, но и к северному климату. Многие из детей с неохотой думают о наступлении первого сентября. Не хочется. Хочется гулять, кататься. Я катался на велике, ходил на стадион. Наверное, единственное, к чему стремятся все школьники – это встретиться со своими школьными друзьями. Но так, чтобы и каникулы не заканчивались. Ну, хотя да. Можно на самокате покататься. Вот. Ну, вообще можно с друзьями погулять этот месяц. Можно еще съездить в отпуск. А ты куда-то ездил? Да, у меня было три отпуска. Точнее, я с папой один… ой, с мамой один и еще два с папой. А вот отличницы-второклашки Маша и Ли с нетерпением ждут первого сентября. Им грызть гранит науки нравится. Учеба. Знания. Ты отличница, наверное? Да. А летом читала как-то? Да, я книги читала, занималась и писала. Устали уже бездельничать, наверное. Да. Специалисты в области психологии советуют родителям начать подготовку к новому учебному году заранее. Обговаривать все моменты со своим ребенком. Известный кризисный психолог Михаил Хасминский, который приехал в Нарьенмар читать лекции педагогам, в интервью нашему каналу поделился полезными советами. Диалог, внимание, сочувствие, ну и, как психолог говорят, вентиляция чувств, да, чтобы человек говорил, что он переживает. И тогда, собственно, можно с ним в диалоге как-то его, так сказать, успокоить, мотивировать и так далее. Это диалог обычно. Диалог, ну, в принципе, тут другого ничего и, собственно, не посоветуют. Ну, можно там куда-нибудь, не знаю, можно отвезти, погулять, мороженого покушать. Для первоклашки первое сентября очень значимое в жизни событие – это большой праздник. Возрастной рубеж, который ребенок перешагивает, входя первый раз в школу. Теперь он не дошкаленок. Ну, мне кажется, там будет интересно. Много чего нового изучать. Ну, и им нужна поддержка. Как помочь бывшему воспитаннику детского сада стать полноценным школьником, знает Елена Хабарова, заместитель директора регионального центра развития образования, педагог начальных классов с огромнейшим опытом работы. Очень многие школы, особенно в городе, почти все проводятся занятия по подготовке маленького ребенка, первоклассника будущего к школе. Ребенок должен привыкнуть к школе, к этим огромным стенам, к огромным коридорам, гулким, очень к помещениям классным, к школьным звонкам даже, потому что школьный звонок в садике, он не звучит. Психолог Михаил Хасминский советует родителям объяснять своим детям, что существуют праздники, а есть будни, которые сменяют друг друга. Окончание каникул и возвращение в школу – это не стихийное бедствие. Так устроена жизнь. Я не считаю вообще это проблемой, потому что дети и в этом возрасте, и когда будут становиться старше, и когда младше даже школьного возраста, они должны знать, что жизнь – это не бесконечный праздник, не бесконечный карнавал, что надо себя собрать. А еще собрать портфель и обернуть тетрадки, погладить белые рубашки. Как ни крути, а 1 сентября – это праздник, День знаний. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Влад Ткачев, Телеканал «Север». Стоимость путевок на вылов семги вернулась на уровень прошлого года. Ранее глава региона обратился к руководству Росрыболовства с просьбой снизить цену на вылов этого вида рыбы для рыбаков-любителей Ненецкого округа. Буквально вчера подведомственное Росрыболовство федеральное учреждение «Главрыбвод» снизило стоимость путевки на семгу до прежних 2000 рублей. Рыбаки новость восприняли положительно. Сегодня на получение лицензии в местном отделении «Главрыбвода» образовалась приличная очередь. Туда и отправилась наша съемочная группа. Вдвойне приятная новость для рыбаков-любителей. Это начало выдачи разрешений на добычу других видов рыб, например, сеговых. Положительного решения этого вопроса в Росрыболовстве также добивались власти округа. Виктор Рочев – рыбак со стажем. Сегодня с утра пораньше он пришел получить лицензию на вылов сега. Удешевление лицензии хоть и незначительное, но все же. Главное – теперь ловить можно. Зачастую, говорят, рыбаки за отраты на рыбалку, особенно на семгу, себя не окупают. Бензин, снасти, да еще и рыбацкое счастье не всем улыбается. Когда оправдают, когда нет. Дело такое. Когда хорошо, а когда и пустой. А в этом году как раз? Всего два раза ездил. Один раз более-менее, а второй раз пустой. За какой лицензией вы сегодня пришли? Сколько на сега стоит? Не давали до этого. Полторы на сега. Полторы на сега. Мы будем думать на сега. Потому что надо включать расходы сети, бензин и пропитание. Плюс проезд в город ближе, Чайкино, соответственно, дальше. Расход бензина выше. Поэтому так. Плюс цене на путевку, на все остальные расходы. Страсти по семге разгорелись в начале рыболовного сезона, когда федеральное ведомство, неожиданно для рыбаков-любителей, из Ненецкого округа взвинтило стоимость путевок на вылов атлантического лосося на 50%. Власти округа не остались стороне. Активно отстаивали интересы местных рыбаков. В результате стоимость путевки понизили. В 2019 году в соответствии с решением комиссии по регулированию добычи анодромных видов рыб в Ненецком округе рыбаки-любители могут выловить 3,5 тонны атлантического лосося. Принято решение унизить стоимость по тем где-то почти 1,5 раза на 25%. Это деятельность нашей компетенции, компетенция селиала, что это было реализовано на днях. Стоимость услуги по организации любвиствовалась по одному договору путевки. Это по 2 тысячи рублей. И, впрочем, чайки каламидан на рыб, жерябочки, полторы тысячи. Напомним, период разрешенного любительского лова семги продлится до 15 октября на двух рыбопромысловых участках – городской и Чайкино. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе Телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Телеканал «Север» ВКонтакте.